У нас очень сильно похолодало, представляете, я встала утром, сейчас время 6.30, дождь идет на улице, я первый раз вижу котенка в домике, первый раз в жизни, она видимо сильно замерзла, она обычно спит здесь, наверху, всем привет, я маленько изучаю маршруты, у нас там останавливается маршрутка, и в общем до дома тут как раз где-то километр, я иду, теперь знаю, что можно запросто доехать до нас на маршрутке, не надо такси вызывать, сегодня доехала, из новостей каких, меня опять посадили на больничный, ну как на больничный, у меня было УЗИ назначено, мне его сделали и сказали, что опять есть некие отклонения, хотели положить в больницу, в больнице я отказалась на отрез, сказала, в стационар, я не лягу, я выхожу на работу, тогда меня определили на дневной. Вот, ну буду ходить не просто дурной, а дневной, фу, стационар, сейчас иду с поликлиники, мне нужно было пройти терапевта, это жесть, ребят, что творится, я сейчас переругалась, плакала, истерила, у меня такое бывает, ну я как бы человек спокойный, до определенного момента, но никогда начинают уже наглеть, у вас есть свой терапевт, вот к ней и идите, хотя я имею право вообще к любому терапевту пойти. Присидела в очереди 40 минут, и она меня отказалась принимать, типа, есть свой терапевт, идите к своему терапевту. Во-первых, я разревелась, у меня была вообще истерика, естественно, я пошла к заместителю главного врача с жалобой, говорю, что это вообще за такое, у него там было совещание, но мне уже было пофиг, когда я вне себя, мне все равно. Не знаю, что он там понял сквозь мои слезы, но сказал, иди вот в соседний кабинет, тебя примет терапевт. Я пошла в соседний кабинет без очереди, меня тут же приняли, дело двух минут. В общем, вот такая фигня, пока не нажалуешься, пока не начнешь там истерить и качать свои права, всем вообще пофигу. Лучше сто раз заплатить деньги, да, чем и пойти к платному, чем вот эти вот все нервотрепки. Вот реально вытрепли сегодня все нервы, даже настроения нет никакого. Вот так я сходила к терапевту. Многим понравился, кстати, мой цвет волос. Ну ладно, понравился, значит хорошо. Все равно он постепенно будет вымываться, но так лучше, конечно, чем когда сильно видно свой цвет волос и бесцвечный. Вот такие дела. Ну все, я сейчас скоро дойду уже до дома. И у меня сегодня абсолютно пустой холодильник, мне нужно приготовить обед, ужин, в общем, будем с вами готовить. Так что я еще где-то недельку проторчу на больничном, пока, наверное, влоги будут, а потом не знаю. А еще у нас наконец-то появился заборчик. Вот видите, вот эта сторона у нас ограждена. Это, к слову, к тому, что у нас доступ на участок, у нас его там нету. Видите, здесь все оградили. С этой стороны тоже будет точно так же, такой же угол. Единственное, останется открытым фасад, но это, опять же, посмотрим, останется он открытым или нет. Здесь у нас, видите, раньше сюда Стеша забегала, здесь забора не был. Сейчас вот все установили. И теперь у нас вот так. А, это туда проход. Слив вот для меня сделал. Ну, я уже показываю. Я сегодня буду готовить сментал в лаваши, и для него нам понадобится петрушка. Как хорошо, когда есть свои грядки. Пришел, вот тебе петрушка. Вот такая уже у нас петрушка. Сейчас я ее нарву. Укроп тоже уже большой. Укроп надо рвать и морозить. Возможно, сегодня тоже этим займемся. Я уже чуть-чуть заморозила. Чуть-чуть нет. Чуть-чуть нет. Чуть-чуть еще растет. Видите. Сегодня такая непонятная погода. И холодно. И солнце в то же время. Стеш, что, гулять? Гулять? А я не хотела. У меня вообще-то планы. Нарвала ей травы и завела домой. Потому что гулять мне пока с ней некогда. Одну я ее боюсь оставлять. Ну что, когда у меня очень много дел по дому, я за то, чтобы использовать свое время рационально. Так как я сейчас собираюсь готовить и буду большую часть времени находиться на кухне, чтобы моя машинка не простаивала, время не проходило просто так, я сейчас закладываю стирку. Я буду работать, и машинка тоже будет работать. Сейчас разделю вещи по цветам и закину стирку. Сейчас, знаете, для стирки использую вот такие большие канистры. Как видите, у меня стоит канистра с гелем для стирки. Заказываю на Wildberries. Это 5-литровая канистра. Мне кажется, в таком объеме гель получается намного выгоднее. Примерно на 200 стирок хватает. Стоит чуть больше 1000. Выгодный объем. И стирка я посчитала где-то 7-8 рублей. У меня вот такой гель Изи Клин. Я вам уже показывала. Очень он мне нравится. Он густой, суперконцентрированный, с усиленной формулой. Хорошо стирает и подходит для жесткой воды. У нас вода очень жесткая, ребята. Он смягчает жесткую воду. Он в канистрах, поэтому я разливаю, чтобы мне было удобно по маленьким бутылочкам и стираю. У нас вода очень жесткая, потому что у нас центральный водопровод. Что в квартире, что здесь. У нас вода одинаковая. У нас не скважина, потому что многие об этом спрашивали. И этим гель тоже хорош. Машинка у меня уже перестирала. И я решила посушить вещи на улице. Вот посмотрите, как распогодилось. С утра был холод и дождь, а сейчас солнышко. Но ветер все равно холодный. Поэтому я так странно, может быть, одета и в халате, и сверху еще накинула безрукавку. Ну, потому что такая погода непонятная. Еще чем нравится мне этот гель, тем, что он подходит как для машины, так и для ручной стирки. У меня Денис всегда просит, приносит свою спецовку с работы и говорит, дай мне что-нибудь для ручной стирки. А у меня всегда только для машины. Не каждый гель подходит для ручной. И вот тут он меня тоже выручает. А еще этот гель действует даже в холодной воде при 20 градусах. Тоже есть такая особенность. Не у каждого порошка и геля. И я решила 10 минут буквально отдохнуть, посидеть на качелях и прогулять стешу. Ну и показываю вещи после стирки. Чем мне нравится еще этот гель? Он отлично удаляет пятна, полностью вымывается из волокон. Вещи хорошо сохраняют цвет при стирке с этим гелем. Он имеет эффект антистатика. Я когда с ним стираю полотенце, я даже не добавляю кондиционер. Полотенца остаются мягкими. Я с удовольствием пользуюсь, вам советую. Ссылочку оставлю в описании под видео, может кому-то пригодиться. У меня здесь суп варится. Я вчера отварила грудинку. Это говядина. А сейчас закинула картошку. Сейчас вот эту пенку всю сниму. И у меня здесь готова уже пережарка. Капусту тоже нарезала. И второе блюдо будет у меня рыба в лаваше. Понадобится минтай. Я со вчерашнего дня замариновала. В соевом соусе и лимонном соке. Можно не мариновать просто я. Понадобится 1 луковица маринованная в уксусе. Помидор. Лаваш. Какая-то муха прилетела. Стеш, поймай её. Так, сметана, 2 яйца, горчица вот такая в зёрнах французская. Пучок петрушки и укропа. Она уже у меня здесь в блендере. И подсолнечное масло. Все пропорции под видео напишу. А сейчас покажу, как буду делать. В общем, не знаю, будет ли тут понятно, что я делаю. Рецепт вам оставлю в описании под видео. Но постараюсь прокомментировать. В общем, всю зелень, петрушки, половина лука маринованного, одно яйцо, дижонскую горчицу и немного подсолнечного масла мы смешиваем вот так в блендере. Получается некий соус. Туда мы добавляем 1 столовую ложку сметаны. Так, теперь я режу лаваш на квадратики. Тут режьте сами, какие вам удобно. Может, у вас уже будут нарезаны такие вот листочки. Теперь рыбу. А, теперь я выкладываю на лаваш 1 кусочек помидорки. Рыбу смачиваю в соусе. Сверху выкладываю оставшийся маринованный лук. И заворачиваю в такие вот конверты. Тоже заворачивайте, как вам удобно. У меня был не очень хороший лаваш, рвался. Ну, в общем, получилось, как получилось. А теперь нужно сделать заливку. Сметана, яйцо и тертый сыр я делаю. Сверху все это будем заливать заливкой. Вот такое нехитрое блюдо. Но Денису очень нравится. Ну, и я, в принципе, тоже с удовольствием ем. У меня сегодня такая одноразовая форма, и один конвертик не вместился. В общем, тем, что мы натерли, сделали заливку, теперь поливаем каждый конвертик. И ставим в духовку запекаться. Вот и все наше блюдо готово. У меня еще осталось, правда, и рыба, и соус остался. Я сейчас пожарю, наверное, на сковородке. Типа в кляр сделаю. Ну, половинка будет такая вот. Ну, я не знаю. У всех, конечно, вкусы разные. Не знаю, как советовать. Если вот вы по сочетаниям продуктов вам нравятся, попробуйте. Это, естественно, не мой рецепт. Я тоже в интернете увидела, приготовила. Нам понравилось Денису. Для разнообразия вполне можно такое готовить. Иногда думаешь, что приготовить, да, с рыбы такой интересной или на праздничный стол. Если конвертики завернуть более аккуратно, лаваш такой, когда более... Не как у меня. У меня сегодня прям вообще какой-то драный, рваный попался. Если лаваш хороший, получится очень хорошо, ну, красиво. Блюдо взять большое, чтобы все поместилось. В общем, отправляю в духовку, покажу, что получилось. Ну что, прошло 40 минут. Мои конвертики, я думаю, готовы. Вот так они выглядят. И какой-нибудь один из них мне хочется разрезать, чтобы вы поняли, что там внутри. Давайте вот этот. В общем, вот такая красота получается. Я думаю, вам видно. Рыба сочная получается. Сока очень много. Вот видите, внизу он весь. И вкусно. Попробуйте, приготовьте один раз. Может быть, вам тоже понравится. Рыбку показала, и щи уж тоже покажу. Раньше как-то они у меня не очень были, а сейчас прям хорошо так получается. Сегодня с говядиной у меня. Наверное, старею, что ли. Щи все лучше и лучше получается. Всегда на столе стараемся держать зелень летом такую свежую, а зимой замороженную. И да, я ем с кефиром. Ну, вместо свина добавляю кефир. Мне так больше нравится. Время 10-й час. Денис работает в гараже, делает козырёк к нам. Забегает и говорит, ты радугу видела? Я говорю, нет. Иди посмотри на улицу. Такая красивая, большая. Вот я иду вам показывать. Смотрите, реально. Прям напротив нашего дома. Красивая. Ну, сейчас были тучи, и пошёл мелкий такой дождь. И солнце вроде бы. Очень красивая радуга. А она ещё и двойная. Вот там, ну, плохо видно с той стороны. Что, ты тоже хочешь радугу посмотреть? С той, чтобы на улицу кто-то такой пустил. Вторая просто менее яркая. Может быть, она сейчас проявится, но на видео фотоаппарат её не улавливает. Она сверху находится, над этой. Красиво очень. Конечно, такие вещи фотоаппарат никогда в жизни не передаст. И камера не передаст. Нужно смотреть только глазами. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...